Есть три вещи, которые мешают нам измениться. Это умение принимать решения, это умение брать ответственность и умение отказаться от жалости к себе. Именно об этих трех вещах сегодня и пойдет речь. Давай поговорим о решениях. Смотри, каждый из нас хочет улучшений в своей жизни. Кто-то хочет больше зарабатывать, кто-то хочет быть более здоровым, кто-то хочет быть более счастливым в отношениях. И это все требует определенных усилий. Все понимают, что с неба никто ничего не уронит. Не уронит ни здоровья, ни денег, ни счастливых отношений. Но большинство людей очень не любят, очень не любят и сторонятся принимать решения. В чем это заключается? Заключается это, на мой взгляд, в том, что люди думают, что они приняли решение. Хотя на самом деле они не приняли решение. Наверняка ты встречался в своей жизни с такой вот ситуацией. Вот ты решил, что ты будешь каждый день по утрам бегать. Потом, по итогу, ты замечаешь, что тебя нету на этом стадионе, что ты не бегаешь вовсе. И это следствие непринятого решения. Или ты решил изменить свою профессию. Решил изменить профессию, и вдруг замечаешь, что через два года ты работаешь на той же работе, и ничего не изменилось. Это тоже следствие непринятого решения. На мой взгляд, когда решение принято, за ним следует сразу же моментально определенное действие. То есть, если ты принял решение, если ты твердо принял решение бегать по утрам, то завтра утром ты себя уже начинаешь замечать на стадионе. Или если ты принял решение изменить профессию, то ты себя замечаешь уже где? На каких-то курсах повышения квалификации, или где-то на какой-то учебе, или ты начинаешь рассылать резюме. Это принятое решение. То есть, смотри, за принятым решением всегда следует действие. Почему я сейчас об этом говорю? Потому что люди склонны думать, что они принимают решение. Люди склонны думать, им хочется думать, что они принимают решение. Но решение не принимается, если действие за этим решением не последовало. Почему я сейчас еще раз об этом говорю? Еще раз я об этом говорю, потому что это есть причина многих неудовлетворений самим собой. Смотри, если ты принял решение, давай на примере все-таки спортивной пробежки Если ты принял решение бегать по утрам и ты думаешь, ты думаешь, что ты принял решение Но на самом деле ты его не принял, то на следующий день с утра ты не побежал, да? А когда на следующий день с утра ты не побежал, думая о том, что ты принял решение Ты начинаешь искать проблемы в себе, ты начинаешь думать, что я на это не способен что я ленивый человек, что я то-то, то-то, то-то еще не могу. И потом, что ты делаешь? Ты идешь в Google или идешь в книжный магазин и начинаешь искать книги, типа, как победить лень, как побороть лень, как победить прокрастинацию и так далее и тому подобное. Смотри, если ты не принял решение, вот самое время себе об этом честно признаться. То есть сказать себе, что я до конца еще решение не принял. Сказать себе, что я еще нахожусь в состоянии обдумывания, я нахожусь в сомнениях. Но не говори сам себе, что решение принято. Решение принято только тогда, когда последовали за этим действия. Когда ты признаешься себе, что ты находишься в состоянии обдумывания, что ты находишься в состоянии сомнения, ты избегаешь вот какой проблемы. Ты не создаешь себе всевозможные психокомплексы и ложные суждения о себе. Если ты принял решение бегать, но не бегаешь, признайся честно, я еще думаю. Я вот хотел бы бегать по утрам, но я не бегаю, я не принял этого решения. Когда человек принимает решение, он начинает действовать сразу же. Это все, что я хотел сказать по поводу принятия решений. Следующий момент, который я хотел обсудить, это принятие ответственности. Очень важный, очень-очень важный момент. Смотри. Мы склонны жить в иллюзии, что наши цели могут быть кому-то нужны, могут быть кому-то важнее, чем нам самим. Что это значит? Давай приведу такую простую метафору, и тебе все сразу станет понятно. Вот ты думаешь, что твоя цель может быть нужна твоему мужу, твоей жене, твоим детям, твоим родителям, и они будут за эту цель переживать, болеть, будут тебя поддерживать. Вот смотри, любовь, поддержку, эмпатию от близких, ее никто не отнимал, ее никто не отменял. Но перестань жить в иллюзии, что твои цели, твои желания могут быть кому-то на самом деле нужнее, чем тебе самому. Вот перейдем к метафоре. Простая метафора. Матери, девушки, женщины, которые рожали детей, они меня поймут. И в психологии известен такой факт, что мужчина не может так любить своего ребенка, искренне любить, как он, как его любит его мать. Почему так? Потому что мать, женщина, она носила его 9 месяцев под сердцем, как говорится, да? Она рожала его с болью, она не спала ночами, когда там у ребенка была отрыжка, там, когда он болел и так далее. А мужчина этого всего, ну, в силу того, что он не рожает детей, он этого ощутить всего не может. Так почему же ты думаешь, что твои цели будут любить другие люди? Это ложное заблуждение, и перестань так думать уже с этого момента. Потому что твоя цель, ты ее у себя вынашиваешь в голове, ты о ней думаешь, ты о ней переживаешь, ты предпринимаешь какие-то действия, терпишь крах, неудачи, и ты об этом переживаешь. Но никто из твоих близких, самых близких, родных людей не может точно так же, как и ты, любить свою цель. Это прямо очень важно осознать. И смотри, что значит принять ответственность за свои результаты? Словосочетание. Принять ответственность. Когда я принимаю ответственность, я в ответе за свой результат. Я принимаю необходимость и обязанность отвечать за свой результат. Вот что важно, вот что нужно понять, что за тебя никто твои цели любить не будет, никто их достигать не будет. Давай простой пример. Моя жена Анна, она любит, когда я выпускаю видеоблоги. Ей нравится их смотреть, ей нравится то, что я делаю. Но если она будет в сто пятьсот раз сильнее хотеть этого, если она будет в сто пятьсот раз сильнее любить то, что я делаю, от этого ничего не изменится, пока я не приму на себя ответственность вставать, там, не знаю, причесываться, утюжить рубашку и снимать видеоблоги. Только когда я принимаю решение что-то сделать, когда я принимаю ответственность, что если я за это, за какой-то промежуток времени чего-то не сделаю, то не будет результата, это зависит только от меня. То же самое с тобой происходит, запомни раз и навсегда. Никто и никогда не будет хотеть, чтобы ты достиг твою цель точно так же сильно, как ты сам. И прямо сейчас можешь, вне зависимости от того, где ты находишься, сделать простое упражнение. Проговори прямо сейчас вслух простую фразу. С этой минуты, с этого момента, я и только я в ответе за свои результаты. Эта фраза будет тебе помогать, брать ответственность и будет тебе помогать достигать результата. Избавляйся от иллюзии, что тебе кто-то поможет. Избавляйся от иллюзии, что изменится курс доллара. Избавляйся от иллюзии, что изменится правительство страны и тогда ты заживешь нормальной жизнью. Избавляйся от иллюзии, что закончится карантин и все станет на круги своя. Принимай ответственность прямо сейчас. Потому что если ты не примешь ответственность, твои цели достигаться не будут никем. Никем, ни твоими близкими, ни далекими, ни кем другим. Это очень важно. И теперь поговорим о жалости. О жалости к себе. Некоторые люди, многие люди путают жалость к себе с любовью к себе. В моем понимании, любить себя это относиться к себе так, как к самому любимому в мире человеку. И давай вот сыграем в одну игру. Вне зависимости от того, мужчина ты или женщина. Вот смотри. Если ты мужчина, то представляй женщину, свою возлюбленную. А если ты женщина, представляй мужчину, своего возлюбленного. И представь, что у тебя есть самый любимый в мире человек, которого ты очень любишь. И он тебе говорит, у меня есть такая-то цель. Я хочу стать парикмахером или барбером. Кем угодно. Он заявляет тебе о своей цели. А ты ему говоришь, ты знаешь, наверное, не в этой жизни. Наверное, это не для тебя. А что о тебе будут думать люди? А вообще ты на это, наверное, не способен? Это первый момент. Или твой любимый, или твоя возлюбленная говорит, ой, ты знаешь, дорогой, у меня что-то болит в живот. А ты ей говоришь, слушай, ну давай потом, когда-нибудь, может быть, через полгодика или годик сделаем УЗИ. Пусть там эти врачи там посмотрят, что с тобой там, может, и так пронесет. Вот смотри. Если ты так будешь относиться к своему любимому человеку, к возлюбленной, к возлюбленному, этот человек от тебя очень быстро сбежит. Но единственная проблема, что если ты так относишься к себе, а множество людей так именно и относятся к себе и к своим целям, у тебя нет возможности от самого себя сбежать. И это нельзя назвать любовью к себе. Любовь к себе это когда ты любишь свои цели, когда ты уважаешь свои желания, когда ты ценишь то, что ты делаешь. Это и есть настоящая любовь к себе. И не нужно путать ее с жалостью к себе. А жалость к себе это как раз таки другая история. Другая история, которая заключается в том, что мы очень сильно не любим дискомфорта. Есть такое понимание, как зона комфорта. Мы прежде всего не хотим оказаться в неком репутационном дискомфорте. Что это значит? Мы не хотим, чтобы нам говорили, что ты на что-то не способен, у тебя что-то не получится. Мы не хотим, чтобы кто-то посмеялся над нами, если у нас что-то не получилось. Вот смотри, плохая новость. Плохая новость в этом видео, в этом подкасте заключается в том, что было в твоей жизни такое время, когда тебя любили и признавали вне зависимости от того, что ты сделал. Этот период в жизни любого человека длится на протяжении приблизительно года, когда тебе был промежуток от 1 до 2 лет. Что происходит с ребенком, когда ему от 1 до 2 лет? Ребенок учится в этот момент ходить. Он ходит, он ходит очень плохо, он ходит очень неуклюже. Но это же выглядит так мило. Когда ребенок падает, когда он делает шаги, когда он ходит ковыляясь. То есть, родители ему что говорят? Утю-тю-тю-тю, как мило, какой ты молодец, давай старайся, у тебя обязательно получится. Или маленький ребенок там пукнул или обкакался. Ему что говорят? Ему говорят, как мило, как хорошо, что ты покакал, давай я тебе попу вытру. Или когда ребенок там уже ближе к 2 годам своей жизни, он начинает повторять за родителями то, что он делает. Вот, допустим, мама убирает на кухне там шваброй, вытирает пол, да? Ребенок тоже хочет взять швабру, берет эту швабру. Но, конечно же, он этот пол не вытирает, а он, скорее всего, его измазывает. То есть, делает хуже. Но выглядит это так, как будто он делает работу. И мама тоже ему говорит, утю-тю-тю-тю, какой ты молодец, как у тебя все хорошо получается. Но как только наступает ребенку 3 года или 3 года с небольшим, то начинает появляться ответственность. Вот смотри, я тебе сейчас рассказал про детей, да? Как мы хотим вот это вот признание, мы хотим понимание того, что всегда мы такие хорошие. А представь, что сейчас вот в том возрасте, в котором ты находишься, если тебе не 2 года, а больше 3 как минимум, да? Если ты будешь идти и подскользнешься, если ты где-нибудь, не дай бог, там, не знаю, выпустишь газ и пукнешь. Или если ты вместо того, чтобы убрать мусор, наоборот, его размажешь. Да тебя засмеют в лучшем случае. В худшем случае тебя просто закатают в асфальт. Так вот, как раз-таки это то, чего мы боимся. И это то, от чего мы себя стараемся обезопасить. И здесь просыпается жалость к себе. Если ты, не знаю, в 40 лет принял решение изменить коренным образом свою жизнь, изменить свою профессию, тебе очень страшно, что кто-то над тобой будет смеяться. Если тебе 18 лет, ты родился в обычной семье, может быть, еще рос без отца, или там что-то было неблагополучное, и ты говоришь, что я стану самым богатым человеком в городе, или я открою свою фирму, или я уеду там жить в другую страну, тебя будут высмеивать, тебя будут смеяться, тебя будут гнобить. А еще чаще бывает такое, что люди будут сопротивляться правдами и неправдами тому, что ты хочешь получить в этой жизни. И именно из жалости к себе, именно из того, что ты не хочешь испытывать вот эти неприятные чувства, а потому что ты хочешь, чтобы тебе говорили уть-утью, и чтобы тебя восхваляли, и чтобы тебя хвалили, и тобой гордились, это такой замкнутый порочный круг, который называется жалость к себе. Если ты не решаешься на какие-то изменения, то будь уверен, ты очень сильно себя зажалел. Поэтому настало время уже прямо сейчас отказаться от жалости к себе. И теперь формула изменений. На самом деле я уже ее проговорил. Но прежде чем эту формулу изменений привести в действие, прежде чем эту формулу изменений привести в жизнь, рекомендую тебе сделать вот какое простое упражнение. Возьми лист бумаги. Просто возьми лист бумаги. И выпиши на этом листе бумаги все те вещи, с которыми ты на сегодняшний день уже не готов мириться. Те вещи, которые тебе неприемлемы. Те вещи, от которых ты уже готов точно отказаться в своей жизни. Может быть, ты готов откладывать, перестать откладывать на потом. Может быть, ты готов уже перестать лениться. Может быть, ты готов уже перестать плохо относиться к кому-то. Неважно в какой сфере лежат эти действия. Просто найди те вещи, которые ты уже не готов принимать в свою жизнь. Составь этот список. А дальше примени формулу изменений. Прими решение, если ты решил стать другим человеком. Если ты решил изменить свою профессию. Если ты решил заниматься здоровым образом жизни. Если ты решил улучшать отношения. Прими решение. Но помни, что истинно принятое решение, оно требует за собой определенных действий. Решил изменить романтические отношения. Научись общаться по-другому. Попробуй сказать своему любимому человеку. Найди в интернете информацию. Сейчас этого много. Как можно по-другому общаться. Как можно реагировать. И попробуй это применить в своей жизни. Только тогда это будет считаться принятым решением. Решил изменить сферу деятельности. Найди курсы, где этому обучают. Найди информацию. Платную, бесплатную. Книги. И начни их читать. Не просто. Но не погружайся в поиск информации. Погрузись в действия. Нашел одну книгу. Начни ее читать. Начни применять. Начни рассылать резюме. Начни, не знаю, общаться с теми людьми, которые занимаются этой профессией. Окей, решил изменить свое тело. Решил сделать лучше себя, энергичнее. Решил бегать по утрам. Перестать есть здоровую пищу. Найди немного информации об этом и сразу же применяй. И символом того, что ты принял решение, может являться только конкретное действие. Чем быстрее ты начнешь делать действия в соответствии со своими решениями, тем быстрее ты будешь получать результаты. Дальше. Прими ответственность, осознай. Вот возьми эти вещи, с которыми ты уже не готов мириться в этой жизни. И просто прими решение и ответственность, что это зависит только от тебя, что твои цели зависят только от тебя, что ни один из твоих близких людей никогда не будет так хотеть того, что хочешь ты, и так любить то, что хочешь ты. Ну и, конечно, последнее. Откажись от жалости к себе. Я, например, восхищаюсь теми людьми, которые на самом деле готовы задавить в себе это чувство. Я знаю ребят, которые вместо того, чтобы на каникулах в школе проводить как-то просто бессмысленно время, они ищут возможности каких-то стажировок, какой-то работы. Я знаю ребят, которые закончили ПТУ, и им нужно работать два года, допустим, на строителя. Они работают на стройке, а вечерами и во время отпуска, вместо того, чтобы пить пиво, они изучают программирование. Или я знаю женщину-бухгалтера, ей 50 лет. Она хочет уехать в другую страну жить, и она после своего 8-часового рабочего дня она изучает английский язык, потому что она задушила в себе вот эту жалость. И еще, запомни одну вещь. Если ты хочешь сделать свою жизнь шедевром, тебе нужно знать, что шедевры не создаются за один миг. Шедевры не создаются за один день. Любая великая картина, любое великое произведение искусства, будь то рассказ, будь то скульптура, будь то любое великое изобретение, создавалось со временем. Если ты хочешь прожить свою жизнь как шедевр, разреши этому шедевру создаваться пошагово. На этом у меня все. Пока-пока.